Привет, ребят! Меня зовут Лёха, Молчанов. Я сегодня и вам только утром приехал с этого... А, ну и все, в принципе, мы же еще в Казани, мы с пациентами, все не место. Есть тут место, нет? Да? Вот Азамат, мой партнер, мы здесь занимаемся, у нас есть компания по автоматизации медицинских учреждений, для больниц, для медцентров, так сказать, проливали, ставим программу, вот. И я сегодня утром приехал, вчера всю ночь не спал, у меня там тренинговал один чувак, один тип, я такой тренинг мощный провел, я вот на, короче, на заряде от этого тренинга, ну, очень круто вчера там все вопросы порешал, он очень интересный, меняет первозрение, если кому-то будет интересно, я в конце контакта остану, можете добавить, и мы с вами там условимся, я смогу вам тоже поделиться. Вот, а, значит, что, откроем, да? Ни в коем случае. Работай как работай. Ну, все, ну, значит, почему я, что хочу вам взять, а можно вот так, как не было, свет, нет? Сейчас вето? Ну, так, как не было, свет, что-то началось. Лех, я бы с удовольствием, гулять не знаю. Не, вот так, сейчас, ну, это, моргнул, там, помогай. Ты хочешь, чтобы тебе моргало? Нет, нет, так, помогай, нет. Давайте сидим вот так, моргало, что-то, моргало. Вот. И с чем, почему я, как бы, вам приехал вообще рассказывать, ну, что, в чем мой интерес, давайте я расскажу с этого, чтобы я вам ничего не продавать, то есть, ну, не буду, мой интерес. В общем, ты, вот, это Коля, извини, пожалуйста, вот это Коля, ты ему говоришь, Коля, переключай. Мотай, да, мотай. Вот. Мой интерес в чем, у меня вот есть сервис, мы практически год его назад запустили сейчас, и я вам, в принципе, хочу рассказать о том, каким образом мы двигались, и какую методику мы используем, и, в принципе, вы ее можете принести из себя. То есть, это не то, что там, какая-то сложная технология, что-то, ну, короче, это вообще все просто, я все это хочу определиться, рассказать, потому что, ну, потому что я смогу себе это внедрить, и я уверен, вы тоже сможете. Я бизнесом занимаюсь с 2008 года, вот, как раз первый проект, который был от медицинским учреждением, мы сначала продавали, там, телок сажали, они сидят, там, тыры-тыры-тыры, телят, здравствуйте, Иван Петрович, мы, там, хотим вам продать программу, показывать презентацию, и все продажи были построены на этом. Ну, исключительно, то есть, вот, ну, сидят там, 3-4 обезьянки, и, короче, звонят. А потом, по итогу, короче, стало сложно через это работать, надо было думать что-то новое, и мы начали изучать интернет-маркетинг, там, лендинги, у нас на тот момент был сайт, ну, там, ну, короче, это не сайт, а смех, короче, потому что, ну, там, трафик есть, конверсии, мы ничего не знали, ничего не мерили, и сидели, как динозавры, да, определенного времени этим занимались. Вот, и, короче, у нас все хорошо шло, в 2014 году мы уже немножечко подкрутили все интернет-маркеты, лендинги, но всегда хотели запустить какой-то нативный формат рекламы, который был бы дешевый и который был бы мастер. И об этом мы все время думали, и, как бы, для себя я, наверное, еще в 2013 году сформулировал для него название инфомаркетинг. Вот у кого-то есть предположение или понимание, или определение готово, что такое инфомаркетинг? Какие у вас, ну, людей, там, ну, вот по этому поводу? Я подсказывать не могу. Ну, давай, инфомаркетинг, все, вот два слова, давай скидем. А? Ну, кто-то же. Продаж через информацию широко, да, круто. Еще? А? Накидывай же, накидывайся на вентилятор. Продаж информации тоже, так, есть, хорошо, ага. Что? Контет? Контет маркетинг, отчасти, да. Ну, как бы, это, контет маркетинг, это часть инфомаркетинга. Что инфомаркетинг, по сути, как бы, если заменить в гугле, там, особо ничего про это не написано. То есть, по сути, мы, вот, я для себя так это назвал, да? То есть, суть какая? Мы берем, вот, раньше у нас каким образом вообще происходило общение между людьми? И вообще, давайте вот подумаем, вот, как раньше люди дружили, а сейчас дружили, а основа дружбы. Что является основой дружбы? Общение. Общение, да? Отлично, общение, личное общение. Есть доверие, есть это, и основой дружбы является общение. Соответственно, соответственно, общение, раньше мы могли, там, общаемся, Вася, Маша, Петя, там, втроем общаются, мы просто разговариваем, в смысле, там, встречаются, где-то, там, в кафешке, туда-сюда. И Маша, там, купила новый упрямитель для волос, там, Филипс. И расскажет, Татюка, я вчера такой упрямитель перегубил, везде, вот, добавляя волосы, все хорошо, она очень. Вот. И она идет, Татюка, она ей верит, идет, и покупает точно такой же упрямитель для волос, Филипс. И раньше дружба стояла вот так. Сейчас, как бы, если мы хотим это сделать, поставить массово на поток, так сказать, вот такую дружбу, я могу дружить с 10 ребятами и все время им что-то рекламируют, там, по партнерской ссылке, либо свои продукты. Докажут, что пацану вчера такую купил, там, не знаю, там, чай, какого-то там. Все, в себе сетях продаются эти чай, какой-то супер монастырский, который там. Вот. Я купил там чай, покупается, туда-сюда, но ничего, с ним общаюсь, там, вечером кальянку, рем, с тёлками сидим, все нормально, и они мне верят, тоже покупают и будут этот чай, по сути. Ну, то есть, вот так дружба. Проблема этой дружбы в том, что я ее не могу развить на 100 человек, потому что у меня тут не хватит времени, чтобы со всеми общаться и со всеми встречаться. И я беру и переформатирую эту дружбу немножко в другом формате. Я беру и начинаю, по сути, как бы общение, это обмен информацией, да? Я могу от них какую-то информацию получать, могу им какую-то информацию давать. Я могу эту дружбу переформатировать и сделать ее немножко в другом формате. То есть, я могу давать им информацию, при этом информацию от них не получаю. Немножечко градус вот этого доверия снижается за счет того, что нет такой постоянной обратной связи, но все же он достаточно высок, чтобы сделать продажу. Вот в этом и есть суть инфомаркетинга. То есть, мы берем и дружим с большой аудиторией из одной точки. Каким-то образом подготавливаем интересный контент или полезный контент. Все зависит от того, что он вообще планирует продавать. Ну, да? То есть, если это какие-то профессиональные услуги, то это какой-то будет, скорее всего, экспертный контент. Там есть там продаем услуги. Яндекс.Директор рассказывает, как настраивать CTR-ы там, я не знаю, быстрые ссылки там. Ну, что там у них есть. Ну, вот, короче, такая всякая шляпа. Мы про это рассказываем. Вот так все круто. Показываем, как мы умеем настраивать. По большому счету, клиент, когда приходит, он покупает у нас за счет того, что мы, в принципе, эксперты в своей теме и можем это, в принципе, все так же, как себя, настроить и мы. В этом и есть, как бы, суть инфомаркетинга. Если говорить на более, например, простых примерах, кто здесь вообще с бизнесом, вот прям, в собственном бизнесе, все. И, по большому счету, я заговорил на конкретных примерах. Самый простой пример использования инфомаркетинга – это пример, когда мы работаем в турагентстве. Ну, когда, вот, пример работы турагентства, он самый простой, самое простое у внедрение, я про него расскажу, а потом мы, как бы, разберем, потому что, как в других бизнесах, тоже можно это использовать. И, в принципе, например, надо сдвинуться на любую, ну, на любое предприятие практически, как это можно сделать. Значит, суть в чем заключается? Смотрите, вот у нас есть, да, например, поток графика на сайт. Ну, при чем цивиловый график? Горячий запрос – купить там кран, купить ботинки, купить там, не знаю, сумку, купить шляпку. Ну, нет, вообще, в общем, это мы сейчас просто рассказываем, но, в общем, есть большой поток графика. Сколько из 100 человек обычно там заказывают, покупают? В какой процент? Ну, сколько? Где розница? Два. Два, хорошо. Два – это да, даже хорошо, да? Два – хорошо. Два – три процента покупали. Это горячий трафик. Где остальные остаются? Почему они не покупают? Какие есть варианты, почему они не покупают? Ну, какие варианты? Я молчу. Ну, какие варианты, что они не покупают? Люди пришли на сайт, искали туфли, увидели туфли, не покупают. Дорого. Что-то не понравилось. Дорого, цена. Ну, что-то не понравилось, там, не нашел ответа на вопрос. Еще. Нашли у других. Нашли у других, да, выбирали, туда-сюда еще. Не доверяли. Нет доверия, да. Еще. Конкурент зашел, посмотри, да, супер. Назвали много факторов, но их 98 человек из 100. 98 человек из 100. Большой вопрос составляет в том, что много есть одноженных покупок. То есть человек сидит, девчонка сидит на рабочем месте, дай-ка я посмотрю, купить туфли. Зашла, посмотрела на туфли, в принципе, ей туфли нужны, но нужны. Они не будут там через месяц, когда у нее будет зарплата, пока у нее денег нет. Через месяц, когда будет зарплата, она вернется за туфлями. Но вопрос в том, что если вы говорите про оффлайн-бизнес, мы идем такие по улице, зашли в магазин, увидели там туфли, они понравились, мы взяли и купили. Потому что за следующий магазин нам надо ехать, не знаю, через весь город, например, чтобы приобрести точно такой же товар. Даже если будет разница по цене, нам надо ехать через весь город. А магазин стоит рядом, я возьму, спущусь. Но вот это не везде. Ну, да, не везде. Можно краску взять и краску просто снизу покрасить. Вот. И, соответственно, значит, а в онлайне ситуация впор не меняется. У нас все сайты на расстоянии одного клипа. Мы сегодня набрали там, посмотрели эти туфли, нафиг мне этот сайт запоминать, когда я через месяц, когда у меня бабки будут, возьму зайду в интернет, забью ту самую любую туфли, там, раз, два, три, на любом сайте я выберу. Потому что, примерно, стоимость, одинаковая доставка, все это уже везде есть, там, кэш-отеливери есть, ну, все, короче, есть уже по умолчанию везде. И вылезет сразу Яндекс.Маркет. Ну, да, и вылезет Яндекс.Маркет. Денис, все свои вопросы вы можете запоминать, конспектировать и в конце доклада Алексеев представлять. И все, и, соответственно, у него, у человека есть возможность в любой момент времени взять, зайти еще на сайт и выбрать, ну, соответственно, совершить покупку. И вас он не будет. Что мы делаем? Это момент, короче, вот этого принятия решения, но достаточно, короче, простой, потому что все сайты на расстоянии одного и того, что там действие. Действие клика, там, вот, очень просто сделать, просто уйти. Что за задачей, значит, такая инфомаркетинга? Задача инфомаркетинга – поймать человека… А, ну, может, да. Задача инфомаркетинга… А там нет, я бы специально сделал, чтобы это… Скаля, да. Задача инфомаркетинга как раз в том, чтобы поймать человека на более ранних этапах и прогреть, и вот оно, чтобы нам катиться, ему продать. Вот ситуация, например, с туристическим агентством. Менеджер такой, среднего звена, пришел после Нового года, такой, пробухал 14 дней, пришел, сидит и уже думает о следующем отпуске, как же я поеду нормально, там, в Таиланд, например, там, летом. Как я там буду отдыхать? Ну, я сюда думаю, ты заходишь тоже на сайт, купить там путем в Таиланд, ходишь по сайту, но, в принципе, любой сайт туристического агентства, он примерно один знак устроит. Ты заходишь, вот, страничка там, и въехать там в Таиланд, и там, и все. Таиланд, строя, страна находится, которая находится в Азии, которая там, климат такой, людей столько, площадь такая там, там, есть там, король-царь, там кто. Ну, короче, все про это написано, просто из Википедии статья, грубо говоря, да? Вот. И все. Ну, чувак, почитал, все хорошо, уже расслабился такой, нормально, к лету готовится, деньги копят. Вот. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий, когда мы внедряем инфомаркетинг. Ну, как бы я внедрял инфомаркетинг, вот в эту, ну, в текущую городику, вот есть туристическое агентство. Мы на странице Таиланда, я вот беру, еду, вознакомительный дур, и причем, еду сам там, лично еду, со мной беру там, гоу-про там на палке, еду, хожу по кабакам, там, бухаю, все это всегда рассказываю. Вот здесь нормальный кабак, здесь нормальные телки, здесь нормальные клубы, здесь нормальные дед. И рассказываю просто, ну, как есть. Прихожу в модель, вот показываю, здесь тараканы мертвые, а здесь нет, здесь нормально. И, в принципе, просто доношу информацию, как она есть на самом деле, ну, и какую-то подачу интересную, эмоциональную подачу это сворачивает. То есть, по большому счету, я все смыслы, которые хочу передать, что да, это прикольно, да, это реально, я сам вот разыграюсь, запаковываю видеоконтент, интересный, и выкладываю на канале. Этот чувак, который, там, Вася, например, этот менеджер, заходит ко мне на сайт, увидел вот этот ролик, не где написано, там, Таиланд, страна Вази, а где, говорит, чувак, что-то ходит и мухает, везде по Таиланду все это записывает, протусуется, и он подписывается на канал. Подписывается на канал и постоянно получает, вот тебе надо про Таиланд, вот тебе надо Гуатом поеду, Кашишкулю, там надо МЭТ, и это, короче. Вот, выкладываем все-все эти, короче, ролики. Чувак смотрит, смотрит, приходит время покупки, и у него есть два варианта, либо пойти в какое-то, там, опять набрать какое-то агентство, либо он знает, что есть уже, там, такой Ваня, который вот все в этом вообще разбирается, и стопудово он им удовлетворит мои запросы, потому что я хочу, а, чтобы был отель рядом с Би, он точно понимает в этом, потому что каждый месяц съездит, об этом рассказывает, он стопудово в этом разбирается. Я прихожу, ну, он приходит ко мне, и, в принципе, покупает. Причем покупает, он без продажи, мне не надо ему уже ничего продавать, он меня знает, там, мою компанию знает, он мне доверяет, он просто приносит деньги, говорит, Лех, продай, ну, там, Ваня, продай. Ко мне вот в клубы Киллеры так же клиенты приходят, говорит, Лех, продай, и все, я ему ничего не продаю. Вот, ну, суть в чем, то есть, это, назад, назад, еще не прошло, еще назад, еще, еще, еще назад, вот, вот здесь, вот, и, в общем, ну, вот, дам пример, понятно, как инфомаркетинг работает? Понятно. То есть это было вводное, да? Да, это понятно, как бы, в чем суть, как бы, сама, да? Понятно. А что, с этим не понятно, а кому непонятно? Понятно, я не стесняюсь. А? Не надо сделать. Я не стесняюсь, все, без курсов, приятно, не стесняюсь. Без курсов, ты. Вот, по сути, как бы, если, например, все это формализовать, то есть мы проговорили про то, как это в общем, короче, работает, а теперь, если все это формализовать, то можно вот так сказать, зачем нужен вообще инфомаркетинг, вот зачем нужен мне в компании, как я его использую, да? В первую очередь это показать экспертность рынка. То есть в случае с турагентством я езжу и рассказываю про отель, и они понимают, что я реально как бы этим занимаюсь. Я не просто там взял, открыл агентство и сижу такой, рассказываю, там вот так, там вот так, а сам никогда нигде не был, не знаю, как это работает. Я показываю свою экспертность. Сплатить вокруг компании целевой аудитории. То есть по большому счету здесь можно собрать аудиторию, которая, пусть даже аудитория не покупателей, а дом-покупателей таких, которые следят уже за вашей компанией, они и знают, и в определенный момент времени, когда возникает подрядность, они покупают. Я приведу к примеру, у меня, например, много, я у конференций много ездию, там, провожу, там, ну, что-то рассказываю, люди добавляются потом вконтакте, просто следят за тем, что мы делаем. Следят за тем, что мы делаем, я смотрю, но происходит там через 6, 9, там, 8 месяцев, там, люди просто приходят, говорят, «Лёх, привет, там, мы у тебя зарегистрировались, там, крутой сервис, там, туда-сюда, спасибо». То есть проходит определенный, это достаточно большой временной лаг, люди следят все это время за тем, что мы делаем, мы даем какой-то контент в это время, причем контент не обязательно по продукту. Потому что, понимаете, если вы продаете там, не знаю, вот я продаю сервис, то человек рассказывает просто там про каждый год, да, это будет тупая реклама. А я рассказываю Тиму, которая интересна той целевой историей, которой пользуются своими сервисами. Но это целевая история предпринимателей. Предприниматели, интернет-маркетологи. И я им рассказываю, они следят за этим, это им интересно, и они потом, в конце концов, как бы, я их нагреваю, и в итоге покупают. Поднять лояльность к космическому уровню, тоже объясню, почему. То есть, когда вы общаетесь с аудиторией, это определенная дружба складывается, как мы в самом начале говорили, я приводил аналогию с дружбой, и получается очень тесное отношение. И у нас, например, несколько раз была ситуация, когда была доза атака на сервис, сервис ложился, ничего нельзя было открыть. И я пишу пост, говорю, ребят, так и так, такая проблема, сейчас идет атака, я, короче, не могу ничего сделать, извините, пожалуйста, покаялся. Они вместо того, чтобы, например, там, ну, типа, да, ну, че, ни один пользователь такого не писался, говорят, давайте, держитесь, там, все будет нормально, и поддерживают. И это даже еще больше сплачивает, то есть это прикрепится определенным типом, чтобы сказать, ребята, вот так и так, они вокруг тебя сплачиваются. Тем более, ну, есть такая еще штука психологическая, когда, знаете, когда кричат, война, все собираются, выходят на войну, и все, короче, активизируются, все сплачиваются. Здесь то же самое. То есть, ну, как бы, вы являетесь определенным информационным лидером, если скажете, у нас проблемы, все вам и у вас сплотятся, и даже если она наносит им ущерб, они вам, наоборот, помогут. А, дверь у нас, простите, работу менеджера по продаже, то есть ее, в принципе, вообще не будет, ну, как и торговая работа менеджера по продаже, то есть он превращается только в кассировый столбой. То есть клиент уже знает о вашем продукте, о вашей компании, о вас, и вы ему можете легко продавать, просто выписывая счеты, там, готовят, доплатные, транспортные. Понимаете, нет, это на старом сране, кстати, когда потребность зреет. Это опять, к примеру, с турагентства, когда чувак только начинает искать тур, он еще летом только поедет тусоваться, а сейчас он, например, начинает искать тур, вы его уже засасываете в свою воронку, начинаете с ним общение, начинаете его постоянно греть, и по итогу, ну, конечно, в итоге продаете. Кратко снизит стоимость привлечения клиента. То есть, смотрите, если, например, у нас прямых каналов, там, с Директа, там, с Гугла, стоимость привлечения 250-300 рублей, то здесь стоимость привлечения 25-30 рублей. Ну, то есть разница, она, ну, просто реально очень большая. Вот. Игра увеличит на продаже. То есть, если у вас есть дополнительные какие-то продукты, там, ваш продукт может там продаваться больше, меньше, там, вы можете там продавать очень просто через это. То есть, у вас выход есть прямой на аудитории, прямо в пост. Вы берете, там, пришлете письмо, там, пишете вконтакте, в фейсбуке там пост, и в истории сразу можете просто рассказывать о том, что у вас появился новый продукт или новый товар, или что-то проходит акция, можете очень быстро делать на продаже на этой штуке. Вот. Дальше. Дальше, то есть, соответственно, вообще, с чего надо стоит начать? Я эту штуку пытался запустить примерно, ну, не знаю, с 2013 года. Я не мог понять, с чего начать. Основная проблема, которая была у меня, возможно, она, ну, как бы, ну, если вы хотите такую модель видеть, она будет у вас. Меня смущало то, что это несчитаемая модель. Ну, то есть, по факту, она не считается. У меня, например, есть контент в группе ВКонтакте, есть люди, они приходят на сайт, оставляют заявки, регистрируются, но при этом они могут перейти не из группы. Они просто читают, например, потом сыграли, забивают в поиске, там, прикол, какие-то, приходят, регистрируются. Я не знаю, откуда они пришли. И, то есть, то, что эта штука несчитаемая, и там вот этих стоп-путей, он пришел с ВК на YouTube, с YouTube там на Facebook, с Facebook там на, не знаю, Instagram, то есть, вот эти пути, они так приклюдаются, их сложно считать. А по факту это уже потому, что, в принципе, их считать не надо. То есть, они дают эффект, который, ну, который очень похож на эффект от имиджевой рекламы. То есть, он есть, но его очень сложно как-то таковой посчитать. Вот, но он стоп-путовый едет. Вот, и в первую очередь, надо определиться с теми каналами, на которых надо работать. То есть, я работаю с каналами ВКонтакте, Facebook, YouTube, блог, еще инстаграм в Инстаграме. И, соответственно, коллективные блоги, журналы, блоги игроков рынка, можно договариваться с ними. То есть, для нас в блоге игроков рынка есть разные там, например, производители, с которыми мы не конкурируем. Например, производители, не знаю, там, IP-телефонии, там. Мы с ними партнеримся, там, друг с другом. Они про нас там написали статью, какой-то кейс интересный, как мы вместе работаем. Мы про них написали, по базовой ссылке сделали. Работаем. И различные там профессиональные здания, типа, спа, мегамос, косы. Ну, это в нашем рынке, ну, в каждом рынке есть свои такие профессиональные здания. Там у парикмахеров, там, про то, как пол срезать, там, у этих, там, проект, проект. Ну, то есть, у каждого, в каждом, как бы, на секторе про есть про свои, короче, ну, как бы, штурмы, ну, про свои, короче, фишки, которые они там внедряют, там, как стрельбуют, красят, там, нажат. Вот. Немного раньше. Вот. Можете посмотреть, как у нас группа организована, как в ней контент добавляется, как у нас вообще, какие типы контента есть, мы дальше посмотрим. Но, в принципе, основу можете взять оттуда и посмотреть, как это у нас реализовано, короче. Это группа «Обнажай бизнес». У меня там, я там рассказываю, уклады обновления продукта. В общем, про бизнес рассказываю, про то, как наши бизнес-модели, например, устроены, просто клиент на примере. То есть, вот у нас, например, внедрена система управления Рона Хабберна. То есть, это, ну, один из элементов, система управления, тоже схема, большая схема, на которой есть 220 функций, которые выполняются в компании. То есть, эти функции, они выполняют, ну, каждый определенный процесс, который, в общем, ну, всю компанию заставляет работать. Вот. Я, например, рассказываю там про эти функции, про то, как они работают, по каким отделениям они расположены, как текут бизнес-процессы. Вот. Рассказываю про технологии, которые мы используем, которые технологии используем, как управленческие технологии, так и технологии технологии в плане, там, айтишной технологии. Даже рассказываю, ну, про, ну, в общем, про отношения к вещам, там, какие-то, потому что, вот, например, инфомаркетинг, он ведется всегда от лица, от лица кого-то, либо от лица, там, собственника, подаемного менеджера, поговорим дальше об этом. У меня в компании это маркетинг ведется от моего лица, поэтому я с людьми разговариваю, как бы, ну, просто я о своем, ну, то есть я рассказывал, вот к этому я отношусь вот так-то, так-то, не обязательно куча по бизнесу, вот этому так-то, так-то. Так как эти люди предприниматели или начинающие предприниматели, им интересна модель принятия решения, например, моя, как я принимаю решения в той или иной ситуации, они могут использовать эту модель и тоже, как бы, по этой модели двигаться. Практические приемы работы с бизнес-инструментами. Суть в том, что, например, там, как настроить Яндекс, как настроить там ВКонтакте, как настроить Гугл, вот про такие штуки мы рассказываем. Вы можете рассказывать про свою штуку, не знаю, продаете там тяжелые потолки, как вытянуть потолок, как вытянуть потолок, а там прибить, там, не знаю, штук снизу, тощечку, ну, как это, плитус, да, вот. Как прибить, плитус, как, там, не знаю, то есть вы можете рассказывать про свои штуки, ну, про любые, которые, в принципе, у вас есть. Здесь возникает все время вопрос такой, что люди говорят, если я все расскажу, кто ко мне пойдет покупать, в принципе. Ну, я скажу так, вот у нас, например, есть пульс по Яндекс.Директу, он совершенно бесплатный, его можете использовать кто угодно, качает, использует, смотрит меня в конце ссылки, там тоже можете взять, если нужно, вот. Но при этом приходят потом и просят настроить Яндекс.Директу. Мы этим не занимаемся, но суть такая, что многие люди, они изучают контент, смотрят, но потом его применить в жизни могут. То есть вот посмотрят, там, да, интересно, все круто, обсудили, туда-сюда, но для себя не принято решение о том, что они это внедряют. Не приняли решение и, соответственно, они это не внедряют. Не внедряют, но приходят и просят кого настроить, базис получили и, соответственно, настройку заказывают. То же самое здесь со строительством. Единицы, кто посмотрит, будут сам бегить, там, стены, там, или долбить дырки, там, или что там еще они делают. Вот. А остальные обратятся к профессионалам, где они посмотрели, знают, что они профессионалы, увидели, как они там, ну, не знаю, там, что там, заливают пол, все, понравилось, они обратятся к этому профессионалу. То есть боятся, делиться информацией не надо, как бы. Сейчас вообще такое время, когда зарабатывают и начинают те, кто в первую очередь отдает, а потом уже возвращается. То есть надо, наверное, не бояться, короче, отдавать. Вот. Вот на YouTube-канал можете тоже, знаете, что на YouTube-канал посмотреть. У нас YouTube-канал тоже, мы его активно развиваем. Можно тоже посмотреть примеры видео, каким образом они оформляются, каким образом они делаются. И важно здесь с каждого канала переликовать на другой канал. То есть ваша задача взять и приводить клиента, там, с Facebook, в ВКонтакте, в ВКонтакте, на YouTube, с YouTube, на Instagram, там, в разных последовательствах. Для чего это делается, понимаете? Сейчас достаточно большой поток информации по различным каналам идет у человека. И везде механика разная. Если в YouTube появляется видео, оно приходит 3D, там видно, например. Если ВКонтакте появляется в стене, там, в группе записи, ее не видно, ее в новостях надо увидеть. И то, если она там, ну, ранжируется. У каждого, то есть, инструмента своя механика. Поэтому надо постараться как можно больше захватить этих инструментов, как можно больше человеку переподписать в каждом из них. Чтобы он гарантированно получал вашу информацию. Гарантированно. Просто по-любому прямо в Оскаре есть тут, не поймал, там его, есть там, не поймал, тут его. И вы можете его катать, как между этим каналом, и имейте его катать в разных совершенно площадках. Лех, одну секунду. Можно я скажу, пока я не перекрутил YouTube? Все-таки я больше YouTube занимаюсь, да? Я вам сразу скажу, именно по вопросу и теме того, что вам сейчас говорит Алексей. Если вы будете пытаться как-то перелить трафик из YouTube в другие свои собственные каналы, то имейте в виду, что вы должны первой строкой в описании к любому видео вставить ссылки на нужные вам места. Почему? Потому что именно первые две строки видны в YouTube. Все, все остальное ни хрена не видно, она скрывается строчкой, типа просмотреть, открыть заново и так далее. Плюс, всегда добавляйте первый комментарий. Лех, наверное, видел, у нас на видео всегда так есть. Я не буду сейчас показывать никакие кейсы, но просто как только мы начали это делать, у нас пошел рост переходов именно на нужные нам каналы. Ну да, потому что там еще одна конверсия есть, чтобы открыть, посмотреть, то есть это важная хрень. Ну, сколько важных, просто. И, соответственно, YouTube-канал, мощный на самом деле инструмент, недооцененный, там, очень много можно аккумулировать трафика и очень много можно давать контента. То есть если мы даем в статье контент, у тебя вот есть только для того, чтобы передать свою эмоцию, есть там строчки, то я видел, у тебя есть уже там тембр волоса, ты можешь менять, там, или ты можешь там просто взять, там, когда одеться по-другому, новое освещение. То есть у тебя форматов влияния на человека очень много. То есть по большому счету вся продажа, я не знаю, продажа этой передачи информации, она строится все равно на эмоциональном уровне. То есть если у вас есть возможность передать эмоцию, то ее надо передать эмоцией. YouTube – это, ну, крутой инструмент, короче, мы его очень используем. Можете посмотреть тоже какие-то видео, а какие дальше. Spark, ну, Spark мне очень интересно, больше для айтишников, это, короче, ну, такая фигня, короче, где собираются IT-проекты, и там выкладывают свои, знаете, как это называется, свои записи в блог, и там друг другу лайкают, и туда-сюда. И вот мы тоже нашли туда, быстро контент тоже начали писать. Причем контент надо писать, мы сегодня уже, кто здесь был на секции, когда выступала Ольга, рассказывала про письма, тогда я не сказал, надо писать контент просто, короче, вот. Это основной секрет. Я вот так смотрел, недавно, ну, учился на тренинге по копирателю Захаряна, и, короче, суть такая. Основной посыл, который я для себя взял, то есть там два дня был тренинг, короче, говорили много-много, но основной, который я взял для себя, это надо говорить просто. Ну, который я все время использовал, я создал, а теперь я еще сознательнее и все упрощаю. Потому что надо человеку говорить, вот как ты разговариваешь языком обычно, точно так же ему сказать. И это самое крутое работа, на то, что многие-то начинают писать, да, когда садишься и начинаешь писать, как инструкцию такого, что там, образца, такого из устава в армии, когда он не читался, вот так вот, такого же плана. Нормально просто писать, да, и дальше. Мегамоск, ну, это тоже такая же, ну, сейчас ее уже нет, сейчас Хаббард, в Абраме, в Абраме тоже самое, мы туда тоже пишем. Вот. Косло, Косло по маркетингу мы пишем, тоже по маркетингу материал, туда выкладываем, пишем. Причем очень круто, вот мы сейчас взяли за практику, вот новую, волна, прям, буквально две недели, ко-брендинговую, короче, вы приходите к ребятам, которые занимаются, например, примерно с той же целевой аудиторией работой. То есть для нас это интернет-подприниматели, вот сейчас мы работаем, например, с агентством МОА, с Илюхой, собственно, то есть мы вместе статью какую-то пишем, например, или, например, он пишет статью, упоминает нас, но в качестве кейса. То есть здесь опять же используется технология, вот нативная реклама, которую перед этим, да, рассказывали. То есть мы берем, я описываю, внутри статьи просто кейс, без всякой рекламной информации, и рассылаем в различные ресурсы, там, в Косту, туда-туда-туда-сюда, везде получаем охват аудитории. Вот такой компресс. Конференция, вот видите, онлайн мероприятие, онлайн мероприятие, там, офлайн, от игроков рынка, там, вот. Ну, знаете, по сути у вас, как бы, в мероприятиях обычно, ну, бесплатно участие, по большому счету, ну, практически всегда, там, стоимость приезда мероприятия, для меня, например, стоимость, там, проезда отсюда, мне, например, не покупают, там, в компании, ну, этот, Кубейн, вот, 20 картин, и все, да, оформляют. Вот, видите, как экономят нормально, стоимость приезда сюда, стоимость, там, я не знаю, там, поесть на Питер, а? Что? Прошение. Да. Я по телефону говорю, а ты, 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 ты. А-а-а, я понял, все. Это ж дура, дура. И, по-своему, стоимость проезда, стоимость поесть, попить, стоимость вечера, там, потусоваться, куда-то, в бане, сходить, в караванки, девчонки, вот. Ну, онлайн мероприятие, ну, тоже, тут, языка, пьют, там, сидишь, там, в наушниках рассказываешь, там, все. Вот. В первую очередь, надо, короче, с чего начать, надо выбрать лицо, лицо компании, проголодались, выбрать лицо компании, короче. Можно общаться, ну, общаться вот от себя, короче, вот, как я от себя, от собственника компании рассказываю, где-то сам очень трудно говоря. Потому что, ну, у вас всегда это под рукой, вы всегда, где угодно, можете, короче, это говорить, всегда можете, где угодно, делать, и вы себя никуда не покинете, никогда, да? Ну, пока совсем не покинете. А есть еще один лайк, как вот, общаться от собственника, но с любимой силой. Наемный менеджер, ну, и здесь у вас директор, наемный бизнес, разговариваю, все будет, что-то, короче, сделать. Ну, проблема в том, что он может свалить в любой момент времени, оставить здесь с носом, короче, он. Ну, короче, аудитория, на самом деле, цепляется, в основном, на проект, на компанию, короче, в первую очередь, на лицо, которое ведет общение, а потом уже на бренд, на компанию, это уже второй. Сотрудник, может быть, просто сотрудник, �이-продифицированный, ответственный, девчонка, ой, привет, я не понимаю, вот. Ну, тоже уйти можно. В фактор тоже уйти, тоже можно. Вымышленный персонаж, может, жама какая-то быть там, или, там, от нее, как бы, от ее лица все время общаться, тоже никуда не денется, но за ней может стоять кто угодно, там, контентный менеджер, еще кто-то, там, ну, короче, может стоять любой человек, может, даже вы, и в любом моменте их можете менять, а жало остается. О чем говорите? О чем говорить тот контент, который вы даете, это одно из самых важных. Контент должен быть в первую очередь, он должен быть не только просто информационный, информационный контент тоже должен быть. Должен быть контентом увлекающим. То есть, понимаете, вспомнил пример, когда я сначала говорил, что люди, как они дружат просто друг с другом, здесь то же самое. Если вы будете бросать информацию, то же самое, вот с подругой селка, или с другом селка, все рассказываешь, что он говорит, а, подожди там, и опять расскажешь. Ты все время говоришь. Поэтому с тебя надо снимать тоже с них обратную связь и давать возможность тоже найти им обратную реакцию. Это, например, техника посоветоваться. Вот Сижин скажет, так, друзья, я вчера, у меня там вчера что-то случилось, и я, короче, решу с вами посоветоваться, как вы считаете нужным. И туда просто. Я садил трусы и приехал. Дайте, кто их трусы в Казани погоняет, садил. Постоянется вниз, ты любил там голосовалку, они проголосовали, все. Чернистые, чернистые, они круто заходят, потому что они маленькие по объему, их качают, берут себе на стену, забирают такие простые, там, сделал один, два, три, четыре, там, настроить как директ, возьми там фразы, подбери, вот, кстати, ваткни их там в Excel, Excel, залей туда, нажми кнопку туда, сделай, что, и все. Инфографика тоже нормально заходит, потому что, как бы, очень просто делается, и очень просто воспринимается. Подробные инструкции, это уже такие, можно мануалы, их можно отдавать за какие-то действия. Подпишись на YouTube-канал, дадим тебе то. Оставив там свою почту, нашу базу рассылки, дадим это. Это можно с помощью таких, более тяжелых таких инструментов, можно давать ценность, за которые делается у него отнимательную контакт. Отношения к жизни. Ну, ты вот такая, типа, такая, типа, вот, типа, вот, как сидишь, букаешь, рассказываешь, ну, так, когда-то, ты знаешь, там, все, ну, ты тоже можешь сам, ну, так, все, я справлюсь, как-то, если бы, крашу. Проблемы и радости. Ну, это все, я хорошо, у меня вообще все нормально, так, не знаю, так, да? Вы будете смеяться, ну, на YouTube-е есть такие каналы, на которых просто чуваки сидят и бухают. И просто в этот момент они разговаривают друг с другом. А самое, чтобы вы понимали, интересное, это, грубо говоря, топовые такие блокеры, но я знаю, в трех таких топовых блокерах у них больше миллиона подписчиков. Они просто, они просто тупо сидят, бухают. Я рекламу не давал, но тупо мать. А у вас есть? Вот. Товарищи. О, вот, и все, подарок. Силкон 2016. Это подарок, короче, промокод от меня, на сколько-то денег, там, пиарщица сделала. Нормальный денег, сколько у нас есть, губал, мне вконтакте напишут, мне еще вам дадим. А сервис для маркетинга и продаж, там всякий приводчик, который повышает конверсию сайта. А я вам говорил, Леха, нормальный тип, аплодисменты. Спасибо. Ну, друзья, вот, вот, видишь, сразу полетели вопросы, понимаешь? Да, может, трусы, госпожай, есть. А, продаете? Не, я просто знаю одного типа, он здесь был, он в зонтике продает. А, тебе зонтик не было. В зонтике. Я же просто специально не одеваю, чтобы быстрее все было, если чем. Вопрос следующий. В одном из сайтов у вас по днецу бренда. Ага. Соответственно, вопрос. Получается, самый лучший, это вымышленный персонаж? Ну, самый лучший, по моему мнению, самый, говорю, лучший, это, собственно. Ну, по моему мнению. Времени же нет, собственно. А? Времени нету, аж и жухом будет стоять. Будьте, перерыв. Сомнение. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот, просто очень внимательно слышал и слушал, о чем сейчас здесь разговаривал. Соговорил. Ну, короче, я, я думаю, что самое нормальное, ты приехал, понимаешь, что-то рассказываешь, там, ну, короче, понимаешь, компания, ты же принял решение основывать компанию. Ну, по-любому, то есть, вот в рамках этого решения все остальные решения действуют. Соответственно, как бы, ты есть, как подражение этой компании. Даже если ты вымышленный персонаж. Ну, как бы, ну, можешь там пригрыться на вымышленный. Ну, Лёд, на самом деле, ну, я, в общем, являюсь по совместительству, я потом уже себе расскажу, являюсь по совместительству руководителя поддержки, клиентов, вот, и поэтому со всеми клиентами мне говорят с уважением Николая. Понимаешь? Я не вымышленный, я настоящий, но все говорят с уважением Николая. А, что, еще четный вопрос будет, Будут еще вопросы? Вы так, устали уже, да? Сегодня день такой, плодотворный. На самом деле, сегодня в нашей секции прошло 11 докладов, в которых мы услышали с вами массу информации, я уверен, что организаторы сделали здесь специально ставку на Алексеевых на последнего докладчика, чтобы у нас с вами немножко рожет, по одной простой причине, Казань, кто здесь в Казань? Еще раз поднимите руки. Во! То есть, меньше, меньше половины, Казань, как говорится, как-то наив, Байков, говорят, с главной сценой, говорит, Казань, город Саплазна. Друзья, смотрите, у нас завтра еще очень насыщенный день, спасибо вам огромное, что вы сегодня были, и спасибо Алексею, что... Спасибо.